Всем привет! Меня зовут Лена и я рада вас приветствовать на своем канале Рецепты от Богини. Сегодня я хочу приготовить борщ, но борщ будет немножечко непростой. Почему? Объясню. Потому что продукт, все что я готовлю на своем канале, это в основном ПП. Но, несмотря на некоторые ингредиенты, нельзя сказать, что это ПП, но и тем не менее я это ем. Я на своем примере показываю, что это можно есть и на этом можно худеть. Такой борщ у меня присутствует периодически в моем меню, но так как сейчас такое время, он будет чаще, потому что готовится на всю семью. Значится так, что у меня входит в борщ? Один окорочок, все ингредиенты я взвешу, вес я обязательно укажу под этим роликом в описании, а также кабыжу на 100 грамм. Почему я так задумалась об этом борще? Потому что мне даже самой стало интересно, какая же калорийность получится. Именно вот такого вот борща. Значит, дальше две карташины пойдет в борщ, один лук, одна морковка, укропчик, капуста. Видите, что это вот остатки. То, что у меня лежало в холодильнике, достала, обчистила. Она уже начала немножечко темнеть. Я ее привела более-менее в божеский вид. Подсолнечное масло. Вы знаете, я вам рассказывала, я делаю для зажарки, заправки точнее даже, старое сало и чеснок. И вот такая томатная заправка для борща с болгарским перцем. Почему так? Потому что, ну вот, мои мальчишки такое любят. Это тоже я все посчитаю калорийность. Она, кстати, эта зажарка не очень и калорийна. Я уже просматривала. Сейчас я сама быстро посмотрю. 83 калории на 100 грамм. Ну, чтобы я вас не обманула. Смотрите. 83 калории на 100 грамм. Здесь она 240 грамм. В общем, все, я учту это. И посмотрим, какая получится калорийность. Калорийность. Кастрюля будет 3-х литровая. Погнали. И соль, которой я сейчас пользуюсь, это адыгейская. Картошку я порезала небольшим кубиком. Ну, делала так, как любит моя семья. Также кубиком порезала для зажарки морковку, лучок и капусту. Капуста тоже на шинковке. Вот ножом у меня не получается сделать ее мелко. На шинковке просто отлично. Получается она, видите, маленькая. Ну, такая вот. Мы такую любим. Сейчас я отправляю в кастрюлю. Там уже у меня 40 минут проварился окорочок. Я его оттуда вытащу и добавлю туда картошку и капусту. Капуста будет в этом борще мягкой, потому что тоже вот семья любит, чтобы капуста была мягкой. Есть такие люди, которые любят хрустящую. Отправляю на сковородку и жарю сейчас зажарочку. Лучок и морковку. Теперь я добавила заправочку для борща и сейчас все тщательно перемешаю. Перемешала и пускай она себе здесь тушится. Все, зажарочка готовится. Для того, чтобы приготовить сально-чесночную заправочку для борща, я использую старую. Старую у меня такая. По наследству перешла мне ступочка. Сюда я мелко покрышила сало, мелко покрышила чеснок. И буду это все сейчас давить. Все я измельчила вот до такой консистенции. Добавляю сюда порезанный укроп. И буду тоже вот так же сжимакать. И чесночно-сальная заправка с добавлением укропа практически. Да не практически, а готова. Добавила зажарку и даю прокипеть минут 10. Обычный лавровый лист у меня закончился. Нашла дома, был молотый. Молотый лавровый лист добавила. Добавила вот такую вот интересную изюминку в мой борщ. И чесночно-сальная заправка с добавлением укропчика удачно пошла в мой борщ. Я не знаю, пригодится ли вам этот рецепт. Но мне самой было интересно знать колораж. Потому что я такой борщ ем и худею при этом. И мне даже самой было интересно, сколько же здесь, сколько же здесь калорий в таком борще. А все ингредиенты, которые пошли на борщ у меня, колораж, КБЖУ на 100 грамм, вы найдете под этим роликом в описании. А также я вас приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать колокольчик, чтобы увидеть мои следующие видео.